всем доброго времени суток вы на канале ну что свяжем и я оля мой канал об узорах крючком рада приветствовать новичков и гостей на своем канале также своих постоянных зрителей подписчиков подписчиц мастеров мастериц из разных стран разных континентов спасибо большое за ваши комментарии я сегодня к вам с новым узорчиком и с ниточками с которыми мы уже работали напоминаю что вы берете пряжи любую какая у вас есть узорчики универсальные берете свою пряжу самое главное правильно подбираете крючок ну а я в свою очередь рассказываю ниточках которыми работаю сегодня и так у меня сегодня alize angora gold и им дальше в моточке смотрите 100 грамм 550 метров идем дальше по составу это 80 процентов акрил 20 процентов это шерсть и нам советует производитель брать крючок от двоечки до четверки цвет сразу же назову пока не забыла многие спрашивают 164 и так я беру крючок номер три потому что данную пряжу вязала крючком номер три вы точно также читаете инструкцию к своей пряжи подбирайте крючок согласно своей плотности вязания чтобы у вас все все получилось на что свяжем и так рапорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек давайте я наберу 5 рапортов это получается 30 воздушных петелек и одну петельку дополнительно чтобы узорчик красиво ровно закончился ну а вы в свою очередь набираете столько сколько вам удобно и так все как всегда в начале мы делаем петельку фиксации и при наборе петелек мы получается и и не считаем теперь я набираю 31 воздушную петельку поехали раз мой будущий образец далее смотрите как и многих узорчиков сделаем вспомогательный ряд потому что нужно будет пропускать большое количество воздушных петелек чтобы вы не растерялись да мы сделаем столбики столбиков точно не растеряете для начала 3 петельки подъема 1 2 3 теперь отсчитываем аккуратно от крючка пятую петельку 1 2 3 4 5 накид вот в эту пятую петельку ныряем вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки 2 2 столбик с накидом и точно также следующую петельку цепочки провязываем столбик с накидом и вот так вот мы будем шагать в каждую петельку цепочки провязывать столбик с накидом ничего сложного нет единственное что контролируйте количество столбиков у вас должны быть столбики количество ровно столько сколько вы набрали петелек в цепочке то есть если я набрала 31 петельку значит меня должны получиться 31 столбик не сложно да все давайте вот так вот до конца ряда а в конце ряда я вас встречу договорились так смотрите вот наши столбики готовы все ровненько аккуратненько теперь приступаем к узорчику для начала воздушная петелька поворот и сюда же в этот же столбик нырнули провязали столбик без накида есть далее смотрите делаем 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 в столбиках тоже пропускаем 5 столбиков 1 2 3 4 5 и в 6 столбик нырнули провязали столбик без накида вот такая вот арочка получается опять делаем 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 пропускаем столбиках 5 столбиков 1 2 3 4 5 6 нырнули провязали столбик без накида все вторая арочка и вот так вот шагаете на протяжении всего ряда арочка столбик до воздушные петельки делайте арочку столбик до конца ряда в конце ряда я вас встречу давайте так смотрите вот наши арочки готовы и теперь мы как заканчиваем ряд помните мы делали 3 петельки подъема до начале предыдущего ряда вот мы получается в третью петельку ныряем вытягиваем ниточку провязываем столбик без накида все ряд наш закончен далее 3 воздушные петельки 1 2 3 поворот и теперь смотрите в арочку работаем с этой арочкой провязываем в начале 2 столбика с накидом 1 сюда же 2 теперь смотрите накид нырнули вытянули ниточку и провязываем 3 петельки сразу же об получается полустолбик с накидом далее смотрите мы ныряем опять в эту же арочку столбиком без накида то есть так посмотрите нас получается спускается как по горочке большой столбик поменьше поменьше маленький дальше идем наоборот накид нырнули вытянули ниточку 3 петельки вместе провязали полустолбик с накидом далее 2 столбика с накидом 1 столбик с накидом и сюда же 2 столбик с накидом далее накид следующий получается столбик без накида между арочками нырнули в него и провязываем столбик с накидом вот такая картина нет на и так мы даже с вами провязать каждую нашу арочку и так давайте еще раз в начале мы провязываем 2 столбика с накидом 1 сюда же 2 дальше делаем столбик поменьше накид нырнули вытянули ниточку и 3 петельки вместе об дальше нырнули вытянули ниточку столбик без накида накид нырнули вытянули ниточку 3 петельки вместе и опять два столбика с накидом 1 и сюда же 2 и потом получается опять же вот наш столбик без накида в него ныряем это же провязываем столбик с накидом то есть получается какие бы незначительные да ну как будто какие такие вот интересные волны как мы назовем вот и вот так вот вы провязываете до конца ряда понятно а в конце ряда я вас тричь несложно несложно давайте так смотрите вот такая же красота получается закончили вам и получается в последний столбик без накида предыдущего ряда столбиком с накидом далее воздушная петелька поворот и сюда же верхушку этого столбика мы провязываем столбик без накида а теперь смотрите мы делаем 4 воздушные петельки 1 2 3 4 и вот там где у нас про были мы провязывали столбик без накида да вот наши волне ты мы получается ныряем сюда делаем 2 накида нырнули вытянули ниточку и провязываем столбик с двумя накидами опять 4 воздушные петельки 1 2 3 4 и идем там где у нас был столбик с накидом помните куда мы поднимались 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 и вот столбик без накида предыдущего ряда мы провязывали столбик с накидом так вот получается беремся за верхушку этого столбика и провязываем столбик без накида нет опять 4 воздушные петельки 1 2 3 4 2 накида там где столбик у нас без накида опускаемся к этому столбику и провязываем столбик с двумя накидами 2 петельки 2 петельки 2 петельки 4 воздушные петельки 1 2 3 4 и мы направляемся к самой получается верхушки да там где у нас столбик без накида был над ним столбик с накидом вот мы ориентируемся и сюда верхушку ныряем столбиком без накида понятно и вот такая вот вот должна получаться картина шагаем до конца ряда самостоятельно в конце ряда встречаемся договорились давайте так смотрите какая у нас картина получается вот такие вот нас очередные волны что мы делаем дальше мы закончили от столбиком без накида столбик с накидом предыдущего ряда теперь делаем воздушную петельку поворот и сюда же в этот же столбик нырнули и провязали столбик без накида далее 4 воздушные петельки 1 2 3 4 идем до столбика с двумя накидами беремся за верхушку и провязываем столбик без накида 4 воздушные петельки 1 2 3 4 опускаемся вниз к нашему столбику без накида и провязываем тоже столбик без накида то есть мы с вами повторяем получается как бы арень орнамент да правильно сказать предыдущего ряда 1 2 3 4 воздушные петельки и мы опять присоединяемся к столбику с двумя накидами столбиком без накида 1 2 3 4 воздушные петельки и опускаемся к столбику без накида тоже столбиком без накида понятно вот у нас получается смотрите вот такая картина поняли да то есть получается такие две волны будут одинаковые все давайте до конца ряда в конце ряда встречаемся так смотрите какая получается картина присоединились опять столбиком без накида к предыдущему ряду тоже там где был столбик без накида и так теперь смотрите три петельки подъема 1 2 3 поворот по узорчику мы здесь делаем еще получается 2 воздушные петли 1 2 теперь смотрите там где у нас был столбик без накида мы сюда присоединяемся столбиком без накида далее делаем 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 и получается перепрыгиваем вот эти столбики так к следующему столбику к верхушке так скажем и провязываем столбик без накида опять делаем 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 и опять перепрыгиваем наши столбики вот эти вода в низинке на верхушку и провязываем столбик без накида то есть если внимательно присмотреться то мы делаем точно такие же получается воздушные петельки как мы делали в самом первом ряду единственно что они у нас будет немножко смещены в шахматном порядке поняли да помните столбик без накида 5 воздушных петелек столбик без накида 5 воздушных петель все давайте вот так же до конца ряда в конце ряда встречаемся так смотрите провязали наши воздушные петельки заканчивая точно так же как и начинали а начинали получается вы видите две воздушные петельки сделаем и здесь чтобы выровнять высоту получается до нашего 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 ряда делаем столбик с накидом все не сложно не сложно дальше смотрите воздушная петелька поворот и сюда же верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида а теперь смотрите вот нас а маленькая арочка да мы делаем получается в эту арочку накид нырнули вытянули ниточку и провязали столбик с накидом накид нырнули вытянули ниточку провязали столбик с накидом накид нырнули вытянули ниточку провязали столбик с накидом а потом у нас идет помните да вот столбик без накида между арочками мы ныряем в этот столбик и провязываем столбик с накидом то есть мы делаем все то же самое что мы делали вот во втором ряду так эти вот волны называемы только мы начали как бы с половинки поняли да вот идем дальше опять точно так же в арочку провязываем вспоминайте столбик с накидом 1 сюда же столбик с накидом 2 потом полустолбик с накидом потом столбик без накида потом полустолбик с накидом потом два столбика с накидом 1 сюда же 2 и потом получается вот столбик без накида между нашими арочками столбик с накидом то есть провязываем точь-в-точь вот наши волны получается но немножко сместили шахматном порядке все давайте самостоятельно до конца ряда в конце ряда я встречаю так смотрите растет наша красота вот такие вот нас волны да точно такие же как вот в этом ряду просто сместили поняли да и так закончили мы ряд столбиком без накида далее смотрите делаем четыре воздушные петельки 1 2 3 4 это имитация столбика с двумя накидами поворот делаем 4 воздушные петельки по узорчику 1 2 3 4 итого 8 получается воздушных петель теперь вспоминайте нам необходимо получается вот там где наш столбик без накида как ориентир до предыдущего ряда над ним столбик с накидом ныряем верхушку и провязываем столбик без накида далее 4 воздушные петельки 1 2 3 4 а вот дальше делаем 2 накида так опускаемся к столбику без накида предыдущего ряда и провязываем столбик с двумя накидами помните да точно так же как мы с вами делали вот вот этот ряд помните столбик с двумя накидами по 4 воздушные петельки столбик без накида 4 воздушные петельки столбик с двумя накидами понятно то есть повторяем вот этот ряд давайте смотрите вот наши арочки интересные веселенькие сделали да и заканчиваем ряд столбиком с двумя накидами то есть вот мы делаем 2 накида 1 2 и в столбик без накида предыдущего ряда ныряем и провязываем столбик наш с двумя накидами 2 2 2 петельки а дальше помните дата мы должны получиться повторять тот же самый орнамента воздушная петелька поворот сюда же в этот же столбик нырнули провязали столбик без накида 4 воздушные петельки 1 2 3 4 опускаемся вниз к столбику без накида провязываем столбик без накида 4 воздушные петельки раз два три четыре поднимаемся наверх к верхнему получается до нашему столбику двумя накидами и провязываем столбик без накида поняли да то есть все то же самое повторяем вот как нашим ряду где мы делали воздушные петельки давайте до конца ряда самостоятельной в конце ряда встречаемся так смотрите красота наша увеличивается теперь смотрите мы присоединились столбиком без накида к столбику без накида предыдущего ряда теперь делаем воздушную петельку поворот сюда же верхушку этого столбика провязываем столбик без накида а дальше делаем 5 воздушных петелек раз два три четыре пять и перепрыгиваем получается вот эти наши столбики наши арочки вот там где был столбик с двумя накидами столбик без накида присоединяемся столбиком без накида и делаем вот такую вот большую арочку есть внимательно посмотрите вот она понятно то есть вот мы повторять начинаем самый первый ряд то есть у вас начали арочка потом вот такие вот волны потом у вас получается с ряд со столбиками с двумя накидами потом ряд который повторяет орнамент дальше опять у вас тут арочки только смещены в шахматном порядке волны столбик с двумя накидами повторяем орнамент и далее опять начинаете повторять но уже с первого ряда понятно то есть мы уже с вами провязали вертикальный раппорт узорчика дальше будет только повторение я надеюсь что не сложно я сюда предлагаю схемку схемка отличнейшего качества вы все увидите все поймете для тех кто умеет пользоваться схемками смотрите сами себя контролируйте кто не умеет работать со схемками посмотрите там видно где воздушные петельки там видно где столбики с накидом с двумя накидами без накида и так далее вы все все поймете что это совсем не сложно читать по схемке и давайте увеличим образец наш на несколько рядочков посмотрим что в итоге получится вот такая вот получится красота все встречаемся через несколько рядочков давайте так смотрите вот и провязала несколько рядочка в принципе да уже понятно что по итогу получается так что я решила остановиться показать вам итог своей так скажем работать вы пробуйте вяжите из своей пряжи будь то пряжа летняя демисезонная зимняя очень интересно будет смотреться узорчик конечно это если летняя пряжа топики маечки дадим и сезон это шарфики жилеточки попробуйте обязательно шикарно будет но естественно толстая пряжа это какие-то интересные зимние модельки не забывайте что дурчик можно располагать горизонтально узорчик можно располагать вертикально да то же самое вы можете и переворачивать его то есть на ваше усмотрение как вот вы сделаете так и будет классно так будет шикарно так будет действительно красиво давайте замерим получается мою красоту так смотрите вот так она мне не тянется вообще в из моей пряжи вот так вот она тянется из вашей пряжи тоже может тянуться больше может меньше и так у меня получается при моей пряжи моей плотности вязания моим крючком тут получается у меня вот 15 сантиметров с хвостиком да так скажем 15 вот и тут получается первый ряд меня был на бурны потом идет сам раппорт узорчик а рочка да потом волна и 2 вот такие вот воздушные как бы арочки четыре ряда 4 дальше арочка волна и получается два ряда воздушных петелек это 8 арочка волна и 2 ряда воздушных петелек это получается уже 12 и еще 2 ряда получается у меня здесь 14 ну и будет меня в 15 так 15 рядочков мы возьмем за крайнюю то скажем точку вот 12 сантиметров здорово здорово самое главное понять принцип узорчик а дальше вяжется что называется не остановить я надеюсь вам видео сегодняшнее понравилось не забывайте ставить лайки и подписываться на канал всем пока пока